Химки продолжают преображаться. Совсем скоро новый облик примут торговые павильоны города. Всего планируется обновить 80 остановочных модулей и 400 отдельно стоящих киосков во всех микрорайонах. Сейчас утверждаются макеты и схема, по которой они будут размещены. Как изменится город, расскажет Елена Васильевская. Сейчас город буквально пестрит красками. Красный, зеленый, синий. Можно увидеть павильоны на любой вкус. Да и, как можно заметить, сами конструкции уже морально устарели. Но уже совсем скоро все они приобретут единый архитектурный стиль. Предприниматель Ханаглан Алиев к предстоящим изменениям уже готов. В округе у него 8 павильонов с продуктами. Несмотря на то, что нововведения потребуют дополнительных сил и средств, он считает их обоснованными. Они действительно, да, внешний вид не очень-то хороший. Мы хотим для нашего города был внешний вид хороший, магазинчики такие, мини-магазины. И тем не менее, вот облик поменять, мы, предприниматели, все согласны, нам нужно немножко время. Разработать единый стиль города – задача, которую поставил губернатор Андрей Воробьев всем муниципалитетам. Идея не в том, чтобы сделать их похожими друг на друга, а в том, чтобы создать комфортные условия для проживания, при этом сохранив историческую индивидуальность. В Химках работы по облагораживанию ведутся уже несколько недель. Началось все со сноса незаконных рекламных конструкций. И вот подошла очередь торговых павильонов. Сейчас они не только пестрят всеми цветами радуги, но и не имеют общих архитектурных форм. Мы принципиально не хотим идти по пути города Москвы, потому что мы хотим максимально сохранить и поддержать малый бизнес. Внешний вид объектов торговли, безусловно, будет приводиться к такому состоянию, чтобы город просто был красивым, чтобы в нем было приятно не просто находиться, а приятно было жить. Проект разрабатывался полтора месяца. Упор делался на прозрачность и легкость модулей. Также они будут подсвечиваться изнутри. На переоборудование точек владельцам срок месяц. Изменения коснутся 80 остановочных модулей и 400 отдельно стоящих киосков во всех микрорайонах. Большинство из них уже давно устарели и не отвечают санитарно-техническим нормам. Точно могу сказать, что новых остановочно-торговых модулей с частью торговли появляться не будет, а будет небольшое даже сокращение. И будет на их месте размещаться только повелён ожидания. Это объекты, которые у нас попадают в большей степени в уличную дорожную сеть, вызывают большие нарекания у жителей. Тип торгового модуля на конкретном месте, а также благоустройство территории будет утверждено в единой схеме. И помимо основной подсветки в модуль вмонтируют праздничное освещение, которое будут включать по особым дням. Рядом появятся вазоны с цветами. Например, сейчас остановка улицы Лавочкина выглядит так, а после поменяет внешний вид на такой. Важно, чтобы создавалось комфортное пространство, чтобы люди, придя в объект торговли или в объект общественного питания, расположенный в таких модульных конструкциях, они могли посидеть на лавочке, чтобы вокруг были цветники, чтобы обязательно были светильники, чтобы была красиво освещенная, декоративно освещенная территория. Модернизация павильонов начнётся в ближайшие дни. Помогать с разработкой проекта по их благоустройству будет архитектурно-планировочное управление. Окончательный единый облик торговая сеть города опретёт через год. Елена Васильевская, Дмитрий Алексеев, Служба новостей.